всем ребят привет сегодня у нас чудесная погода выехали мы на коп начинаем сюжет именно вдвоем с дмитрием это тот который дмитрий тлт с тольятти приехали набитое место почему потому что здесь снег полностью сошел все суперские все классно раз просмотрели здесь взорванные шурфы визуально наткнулись на несколько дымовых ям которые еще можно будет может быть мы сегодня же там и а под конец зашурфимся сейчас мы спустимся к речке там в свое время была мельница крупная монеты я там крупные подымал были пятаки николаевские вот но суть не в этом а там еще было очень много бань самое интересное то что они понатыканы прям друг на дружке и отчетливо видно домовые эти вернее банные ямы когда я начинал свое время с аськой 250 я там ходил подымал советики рамочники и лимончики вот но сегодня как говорится там еще никогда никто не ходил я там никогда не видел ни одного камрада и хотим там посмотреть сами понимаете когда на руси в баньку ходили любили пригубить и в надежде сегодня спустимся туда в поисках потеряшек будут возможно крестики колечки штучные монетки но время покажет видео я вступление сделал если вы меня видите значит у нас что-то будет чуть позже подъедет камрад евгений вот будем копать втроем так что вот так вот вступление есть значит и видео будет ну и продолжаем будет интересно не переключаемся не так ребят хожу по этому склону спустился вот сюда вот вниз выпал у меня монетка походу царская вот такой монет вас николай наверно а нет это что-то интересное пусть она даже какой-то непонятный оит 5 рублей 5 рублей 1991 года но зачетный тем что по моему би металл вот такая классная монетка сейчас я его свяжу и вам покажу монетка ребят у нас 5 рублей тысяча девятьсот девяносто девяносто первого года вот такая зачетная красивая и если посмотреть по каталогу данная монета московский монетный двор составляет сто пятьдесят рублей классная монета отыскалась как между прочим не первая монета этого года поднял я еще две монетки сейчас я вам достану покажу и это тоже копеечка девяносто первого и пятнадцать копеек шестьдесят первого вот такие три монетки советики ну ладно пойдет дмитрий ходит рядышком тоже собирает советики так что пока без царей но продолжаем здесь вот какой-то холм насыпанный интересный и через речку тоже такой же холм предположение что это наверное был в какой-нибудь торговый тракт потому что неподалеку проходила дорога здесь там он на холме царей подымал и таки николаевские но пока царей нету сегодня идем дальше итак ребят евгений у нас подъехал нас теперь трое и смотрите жене у нас очередные подарки сделал подгон и такой перепал дмитрию подгончик классный на терочку 705 смотрите какая работа блин конечно ручная работа но факт том что смотрите классно сделал болен вообще чудо евгений у нас подарками дарит вообще здорово меня одарил в прошлый раз носочками шерстяными дмитрия по хобби класс 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 похлопаем евгению да сейчас примере сразу дмитрий от у него до осмотреть какой весь убитый блин строим очень да сейчас обновим обнову дмитрий вон еще не у торнадо катушечку правда сегодня он и сплевался говорит цепляет всю мелочь из такой глубины за котлованы больно смотри по размеру прям все ништяга надо заказывать в евгению такие вот чехлы а то у меня макро рейсом нету евгений должен сделать замеры жени улыбнись вот у нас евгений прошлый раз он меня бросил отравился заболел до передаю кстати кто просил чтобы евгений выздоравливал он у нас вот все в бодром духе и сейчас с нами будет копать а именно шурфить решили мы за шурфицы мусора очень много советского а на шурфе в принципе будет все достаточно а просто есть сигнал копай либо говно либо находка на в целом ништяк втроем как всегда итак ребят ходим бродим втроем по полю чудес и вот так назвали камрады потому что здесь всегда были монеты большом обилие но к сожалению выбито выбито но ребята мне сказали поехали сюда посмотрим что здесь ну и сигнал и вот смотрите вот внутри монетка достаем и смотрим что за монета болен это ходячка действительно поле чудес цари советы и ходячка офигеть итак ребят приходится вот в таких вот условиях работать кое-как провозим со своей катушкой женек там наковырял советиков кучку небольшую в общем женек у нас сегодня чемпион у меня был сигнал выпал монета монета советская 1956 года вот такой вот у нас рамочник зачетно забираем итак ребят появилась находка медная и это у нас колечко вот такое-то обручальное обычное рисунков нету ну да обычное кольцо медная женская маленькая очень заберем хожу вот в таких вот дебрях кусты кое-как я пролазию и факт том что здесь яма на яме помимо меня кто-то еще лазил вот по такой вот хреновине вот по таким вот кустам вот ну все равно я думаю полазить еще может быть что-нибудь такие заросли у нас и скрывают надеемся на это земляной дед может быть чего-нибудь и припрятал тут а так в целом неплохо продолжаем отдыхаем итак подошли мы здесь вот на сбор задумаем что как сделать и я вам хочу показать усадьбу вот этот участок остался приусадебной не знаю что такое было но после того как усадьбу разбомбили данное красное здание было вечерняя школа или что-то в этом роде какое-то училище и сейчас я вам покажу где стояла сама усадьба ее неоднократно шурфили местные как говорится люди которые да аборигены как дмитрий выразился жуть что здесь было здесь была одна сплошная гора то есть не было видно даже ни одного кирпичика и сейчас как вы видите здесь не просто кирпичики все наружи но и появились вот красные стены легенда такова что где-то во время революции здесь как говорится владельцев погнали в шею все разбомбили здесь вот был в свое время подземный лаз и проходил в ту сторону там имеется еще сейчас интернат а тогда тоже какой-то барское имение и отсюда шел большой длинный лаз его где-то здесь присыпали в принципе очень было большое поместье большой объем сейчас мы вот копали вот там и его в простонародье назвали поле чудес потому что там скорее было и советских монет в изобилии и вот сейчас мы входим бродим именно по усадьбе которая в свое здесь время была здесь вот куски лепнины осталось вот такая лепнина красивая была а также вот здесь наверное именно на этом месте была кухня потому что кирпич вот видите с какой-то глазурью вон смотрите какие стены у нас появились а все это было вот так вот одним сплошным бугром да вон там он тоже был какой-то участок там тоже очень много кирпича там тоже было шурфлены летом я смотрел там был ужас посмотрите в порядке стены еще добротные красный кирпич да если кому-то делать нечего вот можно прямо сюда приехать на все ли на все на все лето блять из-за шурфеля но работа здесь непочатый край если есть желание что-то найти трудов будет очень много вложено но к сожалению я не горю таким желанием мне больше нравится шурфить деревенские дома тем что они маленькие и если находки есть то находки именно на маленьком участке а здесь поместье огромное и потеряшки искать здесь маловероятного если только где-нибудь не какие-нибудь клады сокровища в подземелье но до них еще нужно докопаться до этих подземелья как минимум здесь еще метра два вниз надо копать минимум здесь вот была кухня потому что здесь большое обилие кирпича с глазурью или как она называется евгений евгений там пытается зашурфиться женщин там получается ничего нет ну вот коротко я вам показал место усадьбы а он там кто-то лазит а там козы козы идут по-моему даже козлы вон они бяшки а это бяшки бяши шашлык идет по-моему шашлык идет ну ладно сейчас порешаем че наверное чайок а потом и подумаем чего и как Итак, ребят, решили мы переехать на другое место И хочу сделать вот такой отчет Это находки Евгения В принципе, Евгений у нас сегодня чемпион Наковырял он такое вот количество советиков И вот такой вот зачетный царик 1898 года Сохранчик бодрый, рельеф высокий Будет классная монета Достойная коллекции Ну а в целом Двадцатка Три пятнашки Самые старые 46-го года А из лимончиков Самая старая Это 30-й год Две двушки Полтинник 51-й 40-й 54-й 46-й В принципе, ценных экземпляров нет Ну и Шмурдика немного наковырял Вот так Сейчас будем, наверное, переезжать на другое место И посмотрим, что у нас там получится Ну а в целом неплохо Итак, ребята, поменяли мы место дислокации Приехали снова на бобровое место Мое излюбленных Раньше было Сейчас оно подбито Но мы сюда заехали, как вы видите Вот именно по такому поводу Здесь всю траву спалили И мы сейчас втроем Диман, Евгений Посмотрим, что у нас здесь выскочит Так что Остаток дня Будем копать Здесь Никуда Больше переезжать Не будем Пару часов Точно есть Ну а в целом Смотрим Может, чем И удивит Это местечко На открытии сезона Я здесь поднял Три царя Сегодня пока у меня царей нету У Евгения Один царик Вот он Евгений чемпион А у него Терка 705 Дмитрий Тоже Терка 705 И у него Катушка Нел Торнадо С находками У Дмитрия пока не особо Но есть зачетная пуговка Вообще Классная такая Рельеф Высокий И там На пуговке Стрелы Чуть позже Может быть покажу Когда делать буду Общий обзор Находок Ну ладно Включаем Наш Макро Рейсер Он у нас сегодня Один Среди Двух терок 705 Новая Противоположная Противопожарная Полоса Здесь Можно и по ней Тоже пройтись Потому что находки В той области Там Были у меня Именно прямо на полосе Ну ладно В бой Итак Достойная находка Вашего внимания И это у нас Вот такой Здоровый крест Мужской Нательный Зачетный Такой Опа Только что Подумал О прошлом копе Что такой же крест Подымал Но обломанный И с другой стороны У меня было Лысо И только об этом Подумал Перевернул И вот Смотрите С обратной стороны Лысое То есть Нету молитвы Обычно здесь молитва Честному кресту А здесь Ее Нету И она Не затертая Как вы видите Обрамление креста Хорошо Отчетливо Проявляется А внутренняя часть Впадина Креста К сожалению Нету Той самой Молитвы А должна быть И И здесь Что то Непонятно На другой стороне Креста Смотрите Такое ощущение Как будто Что то и было Еще Как будто Что то Отломалось Но Ушко На месте Вот такой Мужской Нательный крест Зачет Зачет Достойная Сегодняшнего Дня Находка Это самое Старое Что у меня Сегодня Пока Имеется Но Солнышко У нас Еще Высоко Копать Еще Далеко Так что Продолжаем На сгоревшем Месте Искать Ребята Где то В той области Копают Не знаю Как у них С находками Встретимся Я вам покажу Ну а в целом Неплохо Продолжаем Итак Ребята Последнего Камрада Я провожаю Евгений Отъехал Дмитрий Тоже В путь Дорогу Собрался Я сейчас Тоже Сделаю Отчет С вами Попрощаюсь Солнышко У нас Еще Как бы Не упало За горизонт Но по традиции Когда подходит Я стараюсь Всегда Заканчивать Итак Копали мы Сегодня Вот На В этом Месте Как я вам И говорил Место Выбито Пацаны С этих мест Ничего Не подняли Я поднял Большой Крест Мужской Нательный Так что Могу Сказать С уверенности Самарчане Здесь Больше Делать Нечего Издалека Из Самары Ехать Сюда В лучшем Случае За двумя Монетками А смысла Нету Так что Все Деревня Окончательно Выбито Если Только Приезжать На следующий Год На открытие Сезона Чтобы Покопать Снять Ломку Ну Ребята По традиции Я всегда Когда копаю В этих местах Я всегда Обращаюсь К нашим Бобрам Которые Здесь Живут Сейчас У нас Небольшое Такое Половодье Снег Сходит И Как вы Видите В принципе Речка Стала Бурной Если Кто Внимательный Видел Что Летом Можно Ее Просто Перешагнуть Шагом Ну а сейчас Вот Практически Настоящая Бурная Река Скоро Здесь Со строгой Будет Ходить Рыбаки И Прям Здесь Вот Все это Бить Вживую Жалко Конечно Такое Зрелище Смотреть Но Бывает Такое Ну и Бобры Бобры Не знаю Сегодня у нас Как Спят Нет Но Там У них Запруда Может Сейчас Поближе Подойду Посмотрю Как Там Че И Поживем Посмотрим Сегодня Лазили мы По таким Деремам Я себе Всю Бандану И Задрал Если На голове Не было Банданы Наверное Бы Голову Всю В кровь В кровь Наверное Задрал Сапоги Между прочим Смотрите Тоже Беда Лопнули Так что Сегодня Прям Ок В убыток В убыток Все Порвал И Задрал Ручеек Вот такой За пруду Здесь Уже Человека Распрудил Чтобы Здесь Не Затопляло Как Вы Видите Все Лопаты Здесь Расчехлили А бобры Хорошо Работают Вон Видите Даже Вот Такие Столбушки От бобров Остаются Запруды Здесь У них Была Летом Шикарная Зачетная Это Все Запруда Была Сделана Ихними Лапками Интересно То Что Смотрите Вроде Ручей Идет И Сюда Выносит Различного Рода Видите Камушки И Можно Узреть Что Помимо Камушков Здесь Имеется Черепки Керамики Офигеть Я вот Только Что Об этом Заметил Откуда Это Все Наносится Блин Блин Вот Это Я не Знал Если Честно Откуда Здесь Камушки Вот Такая Речушка Здесь Когда Открывается Сезон Охоты На Уток А он Между прочим Если Охотники Меня Смотрят Открытый Здесь Постоянно У нас Стрельба На видео Я частенько Показывал Мероприятия Отстрела Уток Вместе С вами Смотрели И Смеялись Как Охотники Снайперски Стреляют У нас Некоторые Утки Просто Напросто Издеваются Над Охотниками Крутятся Совершают Маневры Различного Рода Что Даже Улыбка На лице Натягивается Ну И Все Все Традицию Выполнили Отсняли Этот Момент Я Называю Бобровым Озером Потому Что Здесь Несколько Семей Бобров И Я Их Вот Так Вот Это Озеро Называю Вон Там На горе Постоянно Кричит Олень Или Лось Что То В этом Роде Звуки Как Гавканье Ну И Когда Мы Вон Там Он Копали Вот К речке Подходили Кабаны Ну И Все Отправляемся Домой В Путь Дорогу Сейчас Я С вами Попрощаюсь И На этом Наверное Все Итак Ребята В принципе Сегодня Мы Откопали Более Менее То есть Отдохнули С находками Оказались Практически Все Думаю Евгений Сегодня Остался Чемпионом С Одиннадцатью Монетами У меня Немного Попроще Вот Ну В принципе Тоже Макро Рейсер Спуску Как говорится Теркам Не дал Дмитрий В принципе Сегодня Отстал От нас Вот Ну С Женей Мы Практически Откопали Нравнее Копали Мы Сегодня Не побоюсь Этого Слова На Выбитой Деревне Оно Действительно Стало Выбитой Как вы Видите Копали Часа Три В этом Месте Я Поднял Только Один Большой Крест Пацаны Здесь Ничего Не Подняли Так Что Терки Здесь Немного Уступили Макро Рейсер Ну А в целом Ребята Хочу вам Сказать Что Копает У нас Не Прибор А Человек Как Повезет Как Фортанет Все Приборы Хороши Если Вы Их Хорошо Знаете Ну На этом Я Наверное Буду Заканчивать Видео Обзор Находок Смысла Делать Нету Все Вы Видели Все Банально У Меня Сегодня Все Советики Если Не Ошибаюсь Восемь Монет У меня Получилось Колечко Крест Ну В принципе Так Средничок Восемь Монет Думаю Неплохо А Евгений У нас Сегодня Чемпион Наверное Останется У него Одиннадцать Монет В том числе И царская Одиннадцать Монет И у меня Восемь Да Ну В принципе Практически Наравне А Дмитрий Поднял Несколько Находок К сожалению Уступил Он Сегодня По Находкам Но Видно Не Его Сегодня Время Все У него Еще Впереди Так Что Все Заканчиваю Я Видео Непосредственно Как Обычный По Традиции Солнышко У нас Садится И Мы Всегда В Это Время Заканчивая Все Свой Коп Но Получилось В принципе Не Особо Интересно Тем Что Находки Были Обыденные Все Мы Это Подымаем И В принципе У всех Это Все Есть Видео Среднячок Сенсации Нет Ну И Не Говно Коп Но Все Ж Так Пойдет Ну Надеюсь Вы Мне Поставите Пальчик Кверху Для Поднятия Моих Штанов Как Как Никак Видеосъемка На Копе Это Не Так Легко Не Так Просто То Что Нужно Какой-то Ракурс Ловить Какие-то Темы Слова Находить Вот Так Что Думаю Вы Меня Поймете И Подержите Пальчиками Вверх Ну И Пишите Комментарии Будет Приятно Почитать Что Вы Думаете И Пишите Мне Все До Следующих Встреч На Копе Пока